День жестянщика в этом сезоне уже случился, когда выпал первый снег. Но до сих пор не все водители успели переобуть своих железных коней. Чего не скажешь о Евгении Соколове. Он за рулем больше 10 лет. При смене резины ориентируется на температуру воздуха. Если она держится около недели на отметке 5 градусов и ниже, пора переобуваться. Ничего страшного, если будет плюс 5 и выше, поездим на зимней резине. Но лучше раньше, чем позже. Я придерживаюсь старых правил, я езжу на шипованной резине. Хотя у нас сейчас много где асфальт, но лучше, наверное, все-таки есть на шипованной резине. Но это мое личное мнение. Шипованную резину считают лучшим вариантом и шиномонтажники. Алмаз Барагимов работает в автосервисе 8 лет. Говорит, что шипы для русской зимы – необходимость. Особенно для регионов, где часто случается обледенение дорог и выпадает много снега. Липучка подходит для случаев, когда приходится много ездить по накатанному снегу и мокрому асфальту. Алмаз советует переобуваться пораньше, не дожидаясь устойчивых заморозков. Потому что у летней резины при температуре ниже 7 градусов снижается сцепление. На резину тоже влияет, давление падает, становится как камень. Когда колеса нагреваются, машина нагревается, начинает бум-бум-бум ехать. Ну, как камень кидайте, по асфальту можем. Как прыгать, то же самое. Нет, легче лучше переобуться. И дорогу держать хорошо, и шипы надежные. По техническому регламенту использовать зимние шины нужно с декабря по февраль. В противном случае вы не только рискуете жизнью и здоровьем на скользкой дороге, но еще и задержимым кошелька. За поездки на летней резине зимой предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Елизавета Прокопенкова, Константин Головин. События.